Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится устройство Oppo A77s. И сейчас я покажу вам, что делать, чтобы продлить жизнь аккумулятору данного устройства. Итак, первое, что вы можете сделать, это заряжать устройство заводской зарядкой, так как оно рассчитано, в принципе, на мощность вашего устройства. Далее, что еще вы можете сделать, это заряжать устройство в диапазоне от 20 до 80%, чтобы оно не разряжалось прям до конца и не заряжалось тоже прям до конца, чтобы не было скачков, в общем, лишних. Далее, что еще? Мы можем выключать просто лишние функции. Здесь, например, местоположение, Bluetooth, точку доступа, если мы ими не пользуемся, потому что они жрут энергию, а нам это не нужно. Далее, что еще? Мы перейдем с вами в приложение «Настройки». Далее выберем здесь раздел «Батареи» и посмотрим уже, что мы можем тут сделать. Значит, мы переходим в «Расход заряда батареи приложениями». Здесь мы можем отследить вообще, как у нас идет расход заряда батареи, можем отследить время использования каждого приложения. Далее мы можем выбрать «Оптимизировать расход заряда батареи». Значит, что мы можем здесь сделать? Мы можем включить, например, режим затемнения. Это не обязательно, но мы можем это сделать. Да, у нас, возможно, тут будут еще какие-то функции, которые нужно будет включить. Вот, а так у нас здесь уже оптимизировано очень много всего. Выключить режим «Высокой производительности», «Закрыть приложение». Здесь у нас, в общем, все уже оптимизировано, потому что стоят галочки. И мы можем включить энергосбережение, нажать на энергосбережение. И таким образом оптимизировать все элементы. Далее, что еще мы можем тут сделать? Мы можем перейти в режим энергосбережения. Можем его включить здесь. Вот, ну, включать его лучше, конечно, когда у нас осталось не так много процентов. При почти полном заряде, я думаю, это бессмысленно. Мы можем для него расписание настроить, можем его оптимизировать по умолчанию. То есть также уменьшить яркость экрана, изменить время автовоключения экрана, отключить синхронизацию в фоновом режиме и сократить частоту обновления экрана. Мы можем также включить режим «Суперэнергосбережения». Это вообще, если у вас очень мало всего осталось, а телефон должен еще долго вам прослужить. Вот, и в нем будут работать только определенные приложения, которые вы сами добавите. Чтобы из него выйти, нажимаем на вот эту кнопочку. Далее. Что мы еще здесь можем сделать? Мы можем включить оптимизированную ночную зарядку, то есть устройство будет анализировать ваш режим сна и на основании этих данных регулировать скорость зарядки ночью уже после достижения 80%. Далее. Можем перейти в другие настройки. Здесь мы... Что мы можем сделать? Опять же, включить оптимизацию на время сна. Так будет устройство расходовать меньше энергии. Можем включить... Вернее, перейти в «Оптимизировать использование батареи». И здесь мы можем настроить для определенных приложений оптимизацию. То есть, будет ли она автоматической или не будет, или всегда спрашивать. Вот. И можем также включить управление расходом заряда батареи приложением. И здесь мы также можем для определенного приложения настроить работу. В общем, это будет либо работа в фоновом режиме, разрешение работы в фоновом режиме. То есть, оно может выполнять любые действия, но это будет потреблять больше энергии, поэтому нам, в принципе, это не нужно. Лучше оставить приоритетное выполнение. Можем также разрешить автоматический запуск. А, нет, нам это не нужно. Окей. Вот. На всех приложениях желательно выбрать приоритетное выполнение. И таким образом у нас не будет уходить много энергии на данное приложение. Вот. Ну и, в принципе, это все. Да, это все, что мы можем сделать. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры подогнал «Симон»!